Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Давненько у нас на обзоре не было горячего немецкого премиума. Итак, сегодня мы рассмотрим слабости BMW 3 серии шестого поколения в кузове F30. Добрый день, добрый вечер, доброе утро! Вы на канале «АвтоСтронг» и мы начинаем! Тройка – одна из самых продаваемых BMW, а в этом поколении в кузове F30 она даже немного омерседесилась. А это значит, что появились три базовых уровня оснащения и индивидуализации. А это спорт, модерн и лакшери. Также есть М-спорт и индивидуал. Все это позволило первым покупателям индивидуализировать автомобиль по своему вкусу, то есть сконфигурировать, а покупатели на вторичке все сильнее ломали голову, как урвать жирную комплектацию. А если чего-то им не хватало, то пытались доснастить машину. BMW F30 выпускалась с 2011 по 2019 годы, обновилась в 2015 году. Помимо привычных кузовов был еще и хэтчбэк, но его еще называют «фастбэк» Gran Turismo. У него увеличенная колесная база на 11 см, а кузов, в общем, удлинился на 20 см. Кстати, такая же увеличенная колесная база использовалась на первой заводской тройке Long F35, которая продавалась только в Китае. В этом поколении купе и кабриолет перешли в категорию четвертой серии. Кузова F32 и F33. Соответственно, M3 отделили от них всех кузова F80, F81, F82 и F83. Давайте же посмотрим, как на троечке сказываются годы эксплуатации. А сейчас вы увидите полный обзор этой машины. Про кузов и лакокрасочное покрытие в частности рассказывать нечего, пока F30 не ржавеют. Но стоит отметить, что слой краски тонкий и краска легко откалывается от ударов камешек с дороги. Но, как правило, вот эти кратеры не ржавеют. Со временем портится внешний вид фар. Стекла покрываются микротрещинами, вот прям как в нашем случае. А хромированный декор под линзами вспучивается и крошится. У некоторых BMW F30 задние фонарей вызывают хлопоты. А именно та часть фонарей, которая встроена в кузов. Она не сильно, но со временем потеет. В 2017 году инженеры улучшили уплотнение и эта проблема ушла. Секции фонарей, которые установлены в крышке багажника, иногда вываливаются. Это в большинстве случаев касается именно дорестайлинговых седанов. Фонари не вываливаются совсем, а сильно выдвигаются. А выдвигаются они потому, что каким-то чудесным образом ломаются верхние крепления вот этих фонарей крышки багажника. Но это не такая уж глобальная серьезная проблема. На худой конец фары можно приклеить, либо же притянуть стяжками к крышке багажника. У десятилетних BMW F30 при складывании или раскладывании боковых зеркал эти самые боковые зеркала могут остаться у вас в руках. А связано это с тем, что ось вращения корпусов зеркал сильно корродирует и просто ломается. Со временем у троек, которые стояли на солнцепеке в летнюю жару, трескается нижний уплотнитель края лобового стекла. Так вот, меняется он вместе с жабо, то есть пластиковой накладкой, которая находится у подножья лобового стекла и через которую проходят валы дворников. Одна из дверей BMW F30, как правило водительская или штурманская, перестает в один прекрасный момент открываться либо закрываться. А все дело в том, что под оплетку тросика от ручки к замку попадает влага и грязь, это все замерзает и тросик перестает перемещаться. Если такая проблема случилась, то лучше сразу поменять тросик на новый. Это не такая уж долгая и проблемная процедура. У BMW F30 неудачные уплотнители вот этих вот дверных проемов. Дело в том, что эти пластиковые детали начинали рваться вдоль уже при пробеге в 50 тысяч километров. Короче, решения этой проблемы нет, если вот эти детали начали рваться, то придется поменять их на новый и, как правило, все начинается с уплотнителя водительской двери. Стоимость такого уплотнителя 110 долларов на минуточку. У многих BMW F30, особенно в комплектации Shadow Line, это когда молдинги вот эти вот черные, а не хромированные, как в нашем случае, заскрипели уплотнители, а скрип появляется из-за трения вот этой вот резинки, которая установлена поверх двери, уплотнитель дверного проема, который к этой резинке примыкает. И если вы понажимаете на эту резинку, то скорее всего услышите характерный скрип. Этот скрип появляется при проезде буквально на каждой кочке. Компания BMW даже издала специальный бюллетень по этой проблеме, сервисный. Предлагается наклеить специальную тефлоновую ленту на уплотнитель на кузове. Этим в свое время занимались дилеры, если эта проблема появлялась в гарантийный период. Ну, а владельцы BMW F30, если эта проблема появилась, то смазывают уплотнители вот так вот густо силиконовой смазкой. В обзоре каждой BMW мы вам рассказываем о появлении воды на салонных ковриках, и BMW F30 не будет исключением. Вода в салоне появляется из-за отклеивания шума гидроизоляции, то есть если лопается, бутиловый герметик, на нем все это клеится. В общем, если это произойдет, то есть лопнет герметик, то вода просочится через дверные карты в салон, то есть после дождя, либо же после мойки. Владельцы решают эту проблему проклеиванием шума гидроизоляции заново. Временами у BMW F30 появляется скрип и вибрации при вращении руля. На самом деле причин скрипа немало. Для решения этой проблемы BMW даже выпустила фирменный аэрозоль в баллоне, который надо наносить на пластиковую втулку, которая находится сразу над педалями. Там рулевой вал проходит через моторный щит. В общем, если снять пластиковую накладку, то там будет несколько пластиковых втулок, через которые проходит рулевой вал. Надо нанести смазку, вот эту фирменную, либо же силиконовую, на эти втулки. И если скрип не ушел, то тогда двигаемся дальше. Бывает, что скрип и шуршание слышны в самом руле, и в этом случае поможет консистентная смазка. А наносить ее надо в стрекозу, то есть в блок с датчиком положения руля и под рулевыми рычажками. Значит, для этого надо снимать руль, скидывать клемму с АКБ, снимать блок, откидывать его крышку. И там под позолоченным диском с отверстием под рулевой вал будет пара пластиковых втулок. Вот их и надо смазать. Если скрипы слышны откуда-то из глубины, то нужно проверить нижнюю часть рулевого вала. Крестовины с обоих концов могут быть загрязнены, и в этом случае ощущается закусывание руля при его вращении. Вместе с этим нужно прислушиваться и к рулевой рейке. Звук может доноситься из-под сальника входного вала. Это происходит из-за того, что под сальником вокруг вала рейки образуется коррозия. В этом случае надо снять сальник, зачистить все проявления коррозии, все смазать и установить новый сальник. Если этого не сделать, то внутренняя часть сальника износится, и тогда в рейку начнет попадать, то есть в корпус рейки, вода и грязь. Младший бензиновый двигатель для F30 – это 1,6-литровый N13. Всеми горячо! Любимый немецко-французский EP6, хотя по навесному оборудованию у него мало чего общего с его французским собратом для поперечной установки. Зато проблемы все те же. Желание пожрать масло с рождения, также тенденция к разрушению направляющих цепей ГРМ, а также износ цилиндропоршневой группы к пробегу в 250 тысяч километров. Лишь малая часть автомобилей с этим мотором, которые эксплуатировались на трассах и менялось масло в этом двигателе каждые 7,5 тысяч километров, способны пройти примерно 300 тысяч километров. Цепь ГРМ со всей оснасткой приходится менять каждые 120 тысяч километров. Жор масла может быть вызван лопнувшей мембраны клапана ВКГ, а мощность двигателя может пропасть из-за другой лопнувшей мембраны в перепускном клапане холодной улитки турбины. Некоторые владельцы чипуют эти моторы, но это через пару тысяч километров может закончиться печально прогоранием одного из поршней. В общем, репутация у двигателя N13 сомнительная. Основная часть бензиновых троек F30 оснащена двухлитровым бензиновым двигателем N20. Он действительно надежнее и лучше, чем младший собрат. Но цепь ГРМ и цепь маслонасоса нужно менять каждые 100 тысяч километров. Тут уж если не направляющие цепи развалятся, то цепь маслонасоса может подклинить, а это приведет к опасному износу ее шестерни, а также может привести к обрыву цепи с последующим падением давления смазки до нуля. Раз в 100 тысяч километров может понадобиться замена мембраны в клапане ВКГ, замена прокладок теплообменника и поддона, а также клапаны крышки. Может зазвенеть перепускной клапан в горячей части турбина. Нужно будет менять втулку его оси. А если выйдет из строя оригинальная помпа с электроприводом, то за оригинал придется выложить более 700 долларов. Радиаторы мотора N20 нужно содержать в идеальной частоте, а хорошее масло менять каждые 10 тысяч километров. И тогда этот двигатель без капитальных вложений пробежит и 500 тысяч километров. В общем, все будет хорошо. Главное его правильно обслуживать. Рядная турбошестерка N55 это очень близкий и более крупный родственник мотора N20. И все, что мы только что сказали, можно отнести и к нему. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор двигателя N55. Обязательно посмотрите, если интересно. И, кстати, у нас есть подробнейший репортаж про изношенные шестерни Велфтроника. Тоже посмотрите. На рестайлинговых тройках F30 появились более надежные бензиновые двигатели B-серии. У младшего объем полтора литра, три цилиндра. У старших объемы 2,3 литра и 4,6 цилиндров соответственно. У них алюминиевые блоки, износостойкое покрытие на стенках цилиндров, а цепной привод ГРН находится со стороны маховика. Звучит странно, но эти двигатели создают меньше проблем как компании BMW, так и их владельцам. Хотя младшие двигатели B-серии меняли по гарантии, потому что люфт коленвала был выше нормы. Ну а в остальном склонности к жору масла у них нет, цепи ГРМ ходят по 200 тысяч километров. Хотя в 2017 году моторы B-серии пережили технический апдейт, то есть цепи ГРМ и их направляющие были улучшены. Дизельные двигатели под капотом тройки встречаются, даже чаще такие автомобили были пригнаны из Европы. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор мотора N47, так что обязательно посмотрите, кому интересно. Там мы рассказали буквально всё. Эти четырёхцилиндровые двигатели работают без особых проблем, но надо обязательно иметь в виду, что каждые 200 тысяч километров надо поменять две цепи ГРМ и заодно цепь маслонасоса. Всё это находится со стороны маховика. И ещё, каждые 100-150 тысяч километров надо почистить впускной коллектор. Если есть проблемы с механизмом вихревых заслонок, то весь этот механизм по оригиналу можно купить за 75 долларов и, соответственно, поменять его. Это справедливо для моторов N47N в версиях от 318 до 325D. А вот в версии 316D вихревые заслонки вмонтированы во впускной коллектор. Ещё один неприятный расходник – это демпферный шкив коленвала. По оригиналу он стоит 400 долларов. И ещё, не стоит проверять на прочность топливную систему. Насос Bosch CP4 при езде на резервном топливе может настругать мельчайшие стружки. Рядные шестицилиндровые дизели под капотами F30 – это двигатели N57. Считающиеся до последнего времени неубиваемыми, эти моторы начали в последнее время страдать от проворота шатунных вкладышей. И, как правило, шатунный вкладыш проворачивает после того, как провернуло соседний с ним коренной вкладыш. В худшем случае пострадает постель распредвала, поршень или деформируется коленвал. Считается, что это происходит через некоторое время после замены прокладок масляного стакана. Так вот, так как после запуска двигателя теплообменник пустой и стакан пустой, некоторое время, буквально меньше минуты, коренные вкладыши работают на сухую. А как мы знаем, на сухую – это плохо, и немножечко изнашивается, протираясь до медного слоя. И эта тема со временем прогрессирует и приводит к провороту вкладышей. Так что не оставляйте мотор N47 ни на секунду без смазки. Ну и каждые 200 тысяч километров рекомендуется поменять коренные вкладыши. Рестайлинговый BMW F30 получили обновленные турбодизельные четверки B47. По сути, это глубоко модернизированный N47, настроенный на более строгие экологические нормы. Кстати, в моторе B47 есть очень много общих деталей с мотором N47, который получил версию 316D. Кстати, моторы B47 поучаствовали в отзывных компаниях. Частенько в них меняли турбины. Но, в общем-то, после всех доработок проблем у этих моторов особо нет. Но впускной коллектор стоит чистить заранее, потому что вихревые заслонки отдельно от коллектора не продаются. Повсеместная проблема двигателя B47 – это лопнувшая трубка, которая идет от ГБЦ к расширительному бачку. Она лопается по штуцеру, после этого антифриз выливается наружу. По наблюдениям, эта трубка лопается каждые 50 тысяч километров. В общем, новая такая оригинальная трубка стоит 40 долларов. На всех тройках F30 устанавливались 8-ступенчатые гидромеханические трансмиссии от компании ZF. Дело в том, что эта трансмиссия сильно облегчена и усложнена. Дело в том, что на этих машинах раньше с автоматом не было двухмассового маховика. А здесь он появился, причем встроен в гидротрансформатор. А понадобилось это для того, что гидротрансформатор блокируется на всех передачах и буквально сразу. И вопрос с вибрациями надо было как-то решать. При неадекватной езде могут развалиться планетарные передачи. Сателлиты буквально вываливаются. Другие же параметры здоровья, в частности гидроблока и состояние пакетов сцеплений, можно продиагностировать с помощью сканера. Причем не только фирменного. Внимание, надо уделять параметрам давления. Ну а в целом, даже при жестких издевательствах, эта трансмиссия выхаживает 200 000 км. А у нормальных владельцев, которые меняют масло и фильтр вовремя, эта трансмиссия ходит более 400 000 км. Ну а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И кстати, у нас очень хорошая новость. Объявление на склад в городе Минске мы ищем сотрудников, то есть членов нашей команды. Если вы знаете, как устроен автомобиль и хотите применить свои навыки на практике, добро пожаловать в Автостронг. Вы будете работать в городе Минске на нашем огромном шестиярусном складе. Телефон я оставлю в описании. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Плюсовой провод, который тянется из багажника под капот, соединяется с остальной частью проводки с помощью специальной колодки. В каталогах запчастей эта колодка называется уплотнитель перегородки. И несмотря на то, что все шпильки, гайки и наконечники плюсовых проводов закрыты колпаком, коррозия добирается и сюда. Как правило, корродируют и ломаются наконечники проводов. После этого мотор уже не запустится и часть бортовой электроники работать не будет, так как питание для неё идёт по другим клеммам. Ещё могут корродировать клеммы коротенького провода, который соединяется с силовым проводом стартера. Этот провод имеет три ревизии, его меняли по гарантии. А об основном вот этом силовом проводе мы сейчас вам расскажем. Аккумулятор у тройки BMW по давней традиции находится в багажнике, а из арки заднего правого колеса выходит силовой кабель и идёт вот туда, под капот. Так вот, в месте выхода этого кабеля лопается защита, обрывается изоляция и тогда этот провод быстро корродирует и обрывается. Иногда даже искрит в месте контакта с кузовом. Но случаев возгорания F30 пока ещё не было. В общем, за этим местом надо очень внимательно следить. Заднеприводные BMW F30 прошли отзывную кампанию по замене трёх винтов, которые крепят электромотор сервопривода к рейке. Так вот, изначально болты были алюминиевыми, легко корродировали и обламывались, ну то есть лопались. В общем, владельцу нужно обязательно знать, были ли заменены алюминиевые болты на стальные. Если нет, то рекомендуем их заменить. Бывают случаи износа заднего редуктора. У него плохо организована подача масла к подшипникам входного вала. Бывало так, что шарики этих подшипников серьёзно изнашивались ещё до пробега в 100 тысяч километров. Ну, а стружка и люфт подтачивали остальные детали редуктора. Нередко всё заканчивалось обрывом зубьев ведомой шестерни. Владельцы этих машин стараются менять масло в заднем редукторе каждые 80 тысяч километров и даже добавляют в масло антифрикционные присадки. Вообще, проблема с воем заднего редуктора больше присуща машинам, которые выпускали с 2012 года. Там ведущий вал вращается на шарикоподшипниках. Если в заднем редукторе появилась стечь масла по переднему сальнику, то есть по сальнику ведущего вала, то надо обращаться в специализированную мастерскую, которая знает, как собрать редуктор после замены сальника. Для замены сальника нужно открутить две гайки. Первую гайку нужно заменить на новую, а вторая гайка регулирует преднатяг подшипников входного вала. При её затягивании на заводе происходит сдавливание и распирание втулки, надетой на вал. Если сервисмен не знает порядка затягивания этой гайки после замены сальника, то он запросто перетянет передние подшипники. И вот после неквалифицированной замены сальника редуктор по-любому, сто процентов, заводит через пару тысяч километров, потому что от его передних подшипников ничего не останется. Карданный вал с обоих сторон соединяется эластичными муфтами. В зависимости от мощности двигателя муфты разные. Задняя муфта стоит 210 долларов, передняя – 130 долларов. По мере износа муфт появляются странные вибрации. Причем не только после интенсивного ускорения, но и после резкого отпускания педали-акселератора. Кстати, источником таких вот вибраций могут быть еще и опоры двигателя. И еще промежуточная опора заднего карданного вала, она вот здесь находится под защитой, продается отдельно, стоит 140 долларов и служит очень долго. А теперь поговорим о полноприводных F30. Инженеры BMW не захотели исправляться и оставили в BMW F30 xDrive в несколько слабых мест. Шлицы переднего кардана со стороны раздаточной коробки срезают. Если это произошло, то либо надо новый кардан покупать, либо же есть предложение по ремонтным карданам с удлиненной шлицевой частью и легкосъемными крестовинами. Раздаточная коробка, которая приводит кардан на переднюю ось цепью и гибко реагирует на подключение передка, обычно не особо долговечная. Конечно, все зависит от стиля езды, но обычно при пробеге в 150 тысяч километров уже можно ожидать ударов и пинков при разгоне и закусывании при развороте. В общем, надо срочно при таких симптомах ехать на ремонт. Обычно эти раздатки меняют на восстановленные. Проблема этих раздаточных коробок в том, что в их конструкции нет маслонасоса. Масло разбрызгивается цепью и при вялом движении в пробках смазки для фрикционов и шестерен недостаточно. То есть они практически работают на сухую, а особенно они изнашиваются, если потолкаться в пробках, а затем максимально ускориться. Подвеска у F30 очень долговечная. Первые замены сайлентблоков и детали стабилизатора приходились на пробег в 150 тысяч километров. Стойки стабилизатора оригинальные продаются по 35 долларов, а вот оригинальные втулки не предлагаются. Но есть несколько заменителей. Так как здесь стойки Макферсона, то амортизаторы опираются на подшипники. Эти подшипники ходят примерно 200 тысяч километров. Оригинальные обойдутся в 190 долларов. Нижние рычаги подвески стоят до 100 долларов каждый, а вот этот вот здоровенный сайлентблок переднего рычага стоит 50 долларов. Заменителей предостаточно. В задней подвеске по 5 рычагов на каждое колесо. Самые нижние сайлентблоки на соединении с цапой, плавающие. Их называют скрипунами. Иногда владельцы умудряются смазать скрипящие сайлентблоки. Что интересно, издавая скрип, они могут оставаться вполне целыми. Даже на рестайлинговых машинах они начинали скрипеть уже на второй год эксплуатации. Дилеры меняли их по гарантии. Новые скрипуны стоят по 70 долларов. Заменители раза в 3-4 дешевле. Больше никаких сайлентблоков в задней подвеске по оригиналу не продается. Верхние рычаги стоят по 230 долларов. Вот эти нижние тяги по 40-80 долларов. Заменителей по приемлемым ценам достаточно. Передние ступичные подшипники идут вместе со ступицами, поэтому стоят по 200 долларов. А задние подшипники идут отдельно, стоят по 90. Пневмоподвески у троек F30 не было, зато были адаптивные амортизаторы, но которые пока проблем никаких не создавали. Мы сегодня много рассказывали о BMW F30, чтобы вы знали к чему готовиться и как правильно выбирать этот автомобиль. Много долговременных хозяев F30 считают, что это очень надежный и ресурсный автомобиль. Это самая некапризная BMW. Но, конечно, обслуживание по стоимости не сравнимо с полой либо вестой. Выбирайте хорошую недобитую F30 или поддерживайте свою тройку в хорошем состоянии и тогда вы не будете знать проблем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, если будет, компания «АвтоСтронг».